Всем привет! Сегодня обзор электронного китайского термометра-гигрометра производителя NGY. Модель называется HTC-2A. Имеется выносной датчик, за счет которого данное устройство может показывать температуру как внутри помещения, вот эта вот верхняя цифра, так и снаружи. Сейчас я подержу руками за датчик для того, чтобы внешняя температура, которую измеряет вот этот датчик, она изменилась в большую сторону. Вот он, видите, меняется в большую сторону. Это просто для того, чтобы было виднее. Устройство весьма компактное, ну пускай так останется пока. Устройство весьма компактное, но вместе с тем имеет довольно большой индикатор, хорошо различимый. Размер цифр здесь ширина 10 миллиметров, высота 15 миллиметров. И размер самого корпуса это 9 сантиметров, 10 сантиметров высота и толщина корпуса 2,5 сантиметра. Длина кабеля датчика метр двадцать. И может крепиться, вернее, может устанавливаться как на горизонтальной поверхности, то бишь на столе, как у меня сейчас стоит, да, за счет вот этой откидной ножки. Кроме того, имеется еще проушина, здесь вот проушина имеется, за счет которой его можно крепить на стену. Питается, поскольку нет никакой подсветки, а используется обычный жидкокристаллический индикатор, питается устройство от одного элемента R3 размера, LR33 батарейки, мизинчиковая, обычная мизинчиковая батарейка. Изначально упаковывается устройство в блистер, вот в таком блистере поставка осуществляется. С обратной стороны имеется инструкция по эксплуатации на английском языке. Ну, конечно, она в основном соответствует тому, что есть, но есть некоторые расхождения, о которых я сообщу чуть дальше. Наружная температура может измеряться в пределах от минус 50 до плюс 70 градусов Цельсия. И внутренняя температура внутри помещения может быть от минус 10 до плюс 50. Это вот предел измерения температуры. Шаг измерения температуры 1,1, как видите, здесь есть вот 23,5 градуса, шаг измерения 1,1, но вместе с тем точность измерения плюс-минус 1 градус. Показатель влажности может быть от 10 до 99%. Точность, вернее, шаг 1%, точность плюс-минус 5%. Питается от элемента, я уже говорил, 3А, обычная батареечка. Кроме того, здесь есть часы и имеется будильник, который просто слегка попискивает. Ну, как будильником пользоваться не стоит, вернее, не не стоит, а не удобно. Но вот он есть и есть. Управление все осуществляется четырьмя кнопками. Причем две из этих кнопок имеют два назначения, вернее, одно назначение. Это вот, допустим, кнопка градуса Цельсия, градусы Фаренгейта может переключать. И кнопка, которая будет показывать максимальное и минимальное значение параметров, то есть температуры и влажности воздуха. И две кнопки, вот это, Mode и Adjust, это кнопки, которые используются для управления вот этой вот часовой частью. Часы здесь могут показывать либо в 12-часовом, либо в 24-часовом формате. Ну, а также есть будильник, который тоже можно устанавливать. И еще вот чего здесь не указано в инструкции, видите, вот такой вот смайлик. Вот в данном случае это грустный смайлик, если бы он был вот здесь сверху, тут веселый смайлик. Вот, для того, чтобы смайлик стал веселым, температура должна находиться от 20 до 25 градусов Цельсия и влажность от 40 до 70 процентов. В данном случае влажность вписывается, но не вписывается температура. Вот эта вот наружная температура, она сейчас больше, чем на 25 градусов, и поэтому смайлик у нас грустный. Ну, вот если нажать кнопку МОД и подержать, начинают мигать минуты. Кнопкой установок мы можем выставить либо короткими нажатиями, либо удержанием оно начинается, как вы видели, быстро меняться. Следующее, начинает мигать часы, и то же самое. Короткие нажатия это на единичку изменения, если просто нажать и подержать, они будут сами быстренько меняться. Следующее нажатие возвращается в обычный режим работы. Если просто нажать кнопку МОД, это будильник. Как определить часы или будильник в данном случае на экране? Очень просто по мигающим точкам. Когда точки мигают, это текущее время. Когда точки не мигают, это режим будильника. То есть можно также нажать, подержать кнопку МОД. Таким же образом выставить будильник. И вернуться обратно в режим часов. Из режима будильника кнопкой установки можно включать-выключать будильник. Вот видите, смайлик у нас. Температура дошла до 25 градусов. И смайлик изменился на веселенький. Вот такое вот электронное устройство. Довольно интересное. Которое может показывать температуру внутри, температуру снаружи. Имеется проводной датчик. Весьма компактное устройство с хорошим индикатором. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Ириновском проспекте и работает каждый день. Все устройства, которые вы видите в обзорах, они есть у нас в магазине. Пожалуйста, приходите, знакомьтесь воочию с тем или иным гаджетом, который понравился вам при видеообзоре. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч.